Я крайне редко обращаюсь к вам в начале видео, уделите буквально 5 секунд и будете слушать новинку. В закрепленном комментарии я оставил ссылку на 50 бесплатных подписок на Бусти на 2 дня. Такой акции я никогда больше не буду делать, так что кто успел, тот молодец, успели урвать халяву. Всем приятного прослушивания. Будильник оглушительной трелью вырвал меня из теплых объятий морфея. Открыв глаза, я нехотя вынул руку из теплого одеяла, чтобы нащупать пимпочку у этого допотобного монстра советского производства. Нашел в чулане, когда только снял эту квартиру, и так он приглянулся мне, что решил использовать по назначению. Тем более, его пронзительный звон может разбудить не только меня, после бессонной бурной ночи, но и парочку покойников из близлежащего кладбища. Не нащупав заветную кнопку, я просто смахнул часы на пол и откинул одеяло. Громко зевнув, я похлопал себя по щекам. «Вставай, Сергей, пора нырнуть в очередной, наполненный муками и трудностями студенческий день-два!» Мысленно продекламировал я. Утро было хмурым, стальные тучи с самого утра завалок ли небо, обещая разразиться то ли снегом, то ли дождем. В конце октября оба варианта казались вероятными. «Мля, зашибись!» Огорчился я. Заварил крепкий кофе и, наскоро перекусив, запрыгнул в кеды. Впереди меня ждала длинная дорога до центра из моей окраины, где я снимал квартиру. Еще предстояло два часа добираться любой с физиономиями вечно недовольных горожан. Деньгами я был небогат, и единственное, что я мог себе позволить – квартиру в панельной пятиэтажке, в захудалом районе на окраине столицы, которую оплачивали родители. На остальные хотелки я подрабатывал сам. Хотя, какое я там подрабатывал, скорее перебивался с дошика на картуху, все на что хватало деньжат. Выйдя из подъезда, поморщился от ветра и закурил. Двинулся в сторону остановки, минуя редких прохожих. Выскочив из маршрутки, я направился к университету через парк. На пары жуть как не хотелось, поэтому, оттягивая время, присел на холодную лавочку и вновь закурил. В голове крутилась навязчивая мысль, а не прогуляться ли, махнуть к парням из общаги. А потом на смену в МакДак. Учеба меня напрягала. Я поступил туда только потому, что этого горячо желали мои родители. Сам я не горел желанием быть юристом. Повернулся в поисках урны и обнаружил, что прямо рядом со мной лежит смартфон. Как я сразу не заметил. Может потому, что его чехол сливался с цветом скамейки? Немного удивленный я гляделся, может его хозяин где-то рядом? Но никого поблизости не оказалось. Я взял его в руки, разглядел. Обычный смартфон марки Самсунг в коричневом чехле. Теплый, словно им только что пользовались. Смахнул экран, он оказался без пароля. И я заглянул в записную книжку. Набрал первого попавшегося абонента. Гудки. Набранный вами номер отключен. И так все 15 попыток. На разные номера. Странный, конечно, список контактов у человека. Вздохнул я и решил, что хозяин, когда поймет, что потерял, сам наберет. Остается только подождать. Странная вибрация раздалась у меня в кармане, когда на лекции вместо того, чтобы слушать преподавателя, я опялился на Карину, с которой мы расстались пару недель как. А я оказался нищебродом, недостойным ее. Я был зол, но ничего не мог сделать с влечением. Вибрацию я заметил, когда понял, что мой телефон в руках, и это не он, а найденный. Достал, обрадовался, что хозяин наконец-то чухнул и пытается связаться. Но нет, это был не телефонный звонок, а уведомление из какого-то приложения. Скорее, из желания убить время, я зашел в него. Заставка была яркой и представляла собой сердце, которое то ли сжимали, то ли обнимали изящные женские руки. После заставки на белом фоне появилась надпись. Доброе утро, Сергей, я ваш ассистент. Зовут меня Карина, ваши проблемы, мое решение. Ух ты, а потеряшка-то мой тезка! Ухмыльнулся я, подумав, что это к нему обращается виртуальная девушка. И что за приложение такое? Игра, что ли? Не видел ни разу такое. Попытался найти меню или правила игры, но кроме окошка «Сфотографируй и опиши наказание» ничего не открывалось. Очень странно. Любопытство взяло верх. Я развернулся и сфоткал Карину в окошко. «Опиши наказание». Написал. Чтобы ее сердце разбилось так же, как и мое. «Что?» Тапнув на галочку в правом верхнем углу. «Фух, что-то шляпа какая-то!» Ухмыльнувшись, произнес я, убирая телефон в карман. А под какую-то умную ахинею, которую нам преподзадвигал, я безнадежно задремал. Звук уведомления, словно удар молотка по голове, выкинул меня из мягкой дремы. Ошалев, я осмотрелся. Пытался понять, что меня так напугало. Вспомнив про телефон, запустил руку в карман. Свафнул пальцем вверх. «У вас новое голосовое уведомление!» С любопытством пятилетнего ребенка нажал кнопку «Прослушать уведомление». «Наказание выполняется!» Все тот же мягкий голос раздался из динамика. «Ха! Даже так можно!» Ухмыльнулся я, рассматривая смартфон. «Мля, уж что только не напишут разрабы, чтобы улобнуть народ!» Пронеслось у меня в голове. Монотонно тянулись пары. В конце мозг уже решительно отказывался воспринимать информацию. Я вышел из университета. Втягивая прохладный свежий воздух, побрел к остановке, украшенные лицами тех, кто ехидно улыбаясь обещал высокие коэффициенты и большие выплаты. Работа меня встретила позитивной вывеской и ярким неоном. «Ну, наконец-то добрался!» Выдохнул я и открыл дверь. И, проходя мимо зала с посетителями, приведливо махнул охраннику и, перекинувшись парой фраз, я двинулся в раздевалку. Смена прошла на автомате. Заказы, вопросы и снова заказы. И ходьба. Быстрая, со строго выделенным маршрутом. С работы я вышел около двенадцати ночи. Ноги дрожали от напряжения. Достав смартфон, открыл приложение известного бренда, вызвал такси. Фух, вот еще один день растворился без следа. Выдохнув, произнес я, неспешно выуживая сигарету. Огромный город горел неоном. И не спал, жил, говорил шумом дорог, гомоном людской толпы и пристально смотрел разноцветными огоньками окон и неоновых вывесок. Добравшись до дома, я наскоро поужинал и лег спать. Наутро в универе гудела новость. Карина пропала! С утра не появилась на пары, а после звонка родителей все стало ясно. Вокруг суетился странного вида следак, задавая бесчетное количество вопросов. Я же порядком охренев от такой новости, курил стоя у универа. Звук уведомления вырвал меня из мыслей в реальность. По привычке достал свой телефон, но там ничего не... Ах, тьфу, блин! Чертыхнувшись, пополз в карман за находкой. Так и есть, новое голосовое уведомление. Не глядя, нажал кнопку «Прослушать уведомление». «Наказание выполнено!» Мягко и ровно проговорил женский голос. «Ага, спасибо!» Буркнул я и, бросив окурок в урну, потопал к приехавшему такси. Зявко поеживаясь и жалея, что не взял теплую куртку. Телефон завибрировал новым уведомлением. «Ваш счет пополнен на сумму в пять тысяч рублей!» Произнес вкратчивый женский голос. «Опа, а это откуда такое счастье?» Удивленно произнес я. Карина же искала полиции. Искали местные волонтеры, но не нашли. Ни через три дня, ни через неделю. Человек просто взял и пропал. Не было ни прощальных записок, ни разбросанных вещей. Ничего. На утро я не проснулся от звонка будильника, как ни странно. Приоткрыл глаза, удивленный приятной мелодией, а мягкий и успокаивающий голос повторял. «Вставай, Сережа, нас ждут дела!» Взяв смартфон в руки, я посмотрел на время. 6.01. Наскоро перекусив бутербродами, выглянул в окно, выуживая сигарету из пачки. День обещал быть солнечным. Докурив, выбросил окурок и взял видавший виды рюкзак. Захлопнул дверь. Утреннее солнце слегка пригревало, редкие прохожие сновали туда-сюда. Добравшись до универа, у входа я увидел Макса, самоуверенного мудака, которому прощалось все и вся. Точнее не ему, а деньгам его папы. «О, Серега!» Заметив меня, выкрикнул он. «Ох, и любил он и его своры издеваться над людьми ниже его достатка!» «Что? Еще, брат, подкинут тебя на компот!» С усмешкой произнес он. «На мозги себе накопи!» Еле слышно процедил сквозь зубы я. «Ах ты сука!» Бросился на меня Макс прямо у двери универа. На шум выбежали охранники. «Тебе по-любому вилы!» Выворачиваясь, прорычал Макс. Я не заметил, как рука полезла в карман, доставая из него смартфон, смахивая шторку, делая снимок. «Выбери наказание!» Гласила надпись на экране смартфона. «Чтоб он подавился своими деньгами!» Нажав кнопку микрофона, пророкотал я. В тот же вечер Макса нашли. Со вспоротым животом, из которого посыпались на асфальт в клубах, покрытых испаренной внутренности остывшего тела. Пятирублевые монеты. Он лежал на боку, полураздетый в сточной канаве, среди гор мусора и нечистот. Универ гудел этой новостью, как пчелиный улей. Я сидел на паре на старенькой скамье, сжимая смартфон в руках. До меня только начало доходить, что Макс погиб из-за меня. Из-за моих слов. Открыв приложение, я задал один единственный вопрос, интересующий меня на тот момент. «Карин, ты убила Макса!» «Он делал твою жизнь хуже, но не переживай! Я помогу тебе во всем! Ты можешь на меня положиться!» Произнес мягкий ровный голос. «Очередное уведомление! Ваш счет пополнен на сумму 100 тысяч рублей!» «Да что за бред!» «Нужно с этим разобраться!» «Кто и главное за что хочет меня обогатить?» Приехав домой, засев на кухню, начал копать. Проверив последние переводы, виртуал банка адреса отправителей были неизвестны. Параллельно я решил загуглить, что означает рисунок на иконке этого приложения. И как всегда, сеть вытащила целые простыни бесполезных результатов. Тут впервые я решил с ней заговорить. «Привет, Карина!» Произнес я, нажимая кнопку микрофона. «Привет, Сережа! Чем я могу тебе помочь?» «Кто тебя создал?» «Мы и создатели пожелали остаться неизвестными, но не волнуйся, ты будешь получать новые апдейты в обычном режиме!» Ответил мягкий и ровный голос. «А что ты умеешь?» Спросил я, удерживая кнопку микрофона. «Я могу решать проблемы людей любого характера путем удаления особей, препятствующих качественной жизни моего клиента!» «Ха! Ну ты и жжешь! Да я тебя просто снесу!» Ухмыльнувшись, рявкнул я, закрывая приложение. Нажав иконку, выбираю кнопку «Удалить». «Да, вот так, с***ка виртуальная!» Крякнув, бросил телефон на диван. Неожиданно экран погас, когда полоска выполнения доползла уже до ста, и снова всплыл экран блокировки, а на нем вкладка нового уведомления. Дрожащей рукой, открывая вкладку, все то же приложение, все те же руки, сжимающие сердце! Вдруг из динамика смартфона раздался ровный монотонный стук, в ритм которого пульсировало странное сердечко. В центре неожиданно руки сжали нарисованное сердце. Резкая колющая боль прострелила грудь. Я откинулся на спинку дивана. Казалось, будто сердце охватили гадкие ледяные ладони. По телу прокатился холодный пот. «Не обижай меня, а то я накажу и тебя!» Проговорил недовольный женский голос, будто в наушниках. И больно началась падать. Я сижу слегка охреневший от такого развития событий. В груди не сильно покалывало, давая понять, что в дурку мне еще не пора. А через неделю Карину нашли в подвале пятиэтажки в спальном районе на окраине города. Один из жителей дома, спустившись в подвал за соленьями, взял с полки банку, тут же выронил ее из рук. Перед ним на бетонном полу стоял наглухо заколоченный деревянный гроб. Побледнев, мужчина, спотыкаясь и плача, выбежал из подвала. Вызвал полицию. Позже, когда гроб вскрыли, обнаружили, что внутренняя сторона крышки гроба была до нельзя изодрана. Судмедэксперты констатировали, что в гроб ее заколотили еще живой. «За эту неделю я увидел многое. Безжизненные глаза матери Карины и отца. Карины, плетущегося словно тень за гробом дочери. Слова прощания, слезами горя застревали комом в горле. А что самое страшное, я не нажрался в дрова и не вырвал на себе волосы, как психопат. Кто и зачем сотворил с ней такое?» Этот вопрос никак не хотел выходить из воспаленной от переизбытка событий головы. «Карина, зачем ты убила Карину?» Задав вопрос, я отпустил кнопку микрофона. «Я ее не убивала. Она сама себя убила, выбрав вместо счастья золотую гиену, вместо любви зловонную роскошь греха. Тем самым себя погубила», – ответил все тот же мягкий и ровный голос. Только сейчас до меня дошло, что робот говорит без запинки, четко поставленной интонацией, как живой человек. От этой мысли меня передернуло. «Нет, это явно не человек. Что смогло сделать такое с людьми?» Мне и предстояло это узнать. Все чаще я задумывался над этим. И так тянулись вереницами серые будни. Работа, универ, универ, работа. Это произошло в субботу, в ночном клубе на днюхе у сокурсника. В компанию друзей решил я расслабиться, выпить немного алкоголя. Проснулся дома под утро в своей квартире, созвенящей от боли головой от вибрации мобильного телефона. Нажав кнопку питания, разблокировал телефон. «У вас новое голосовое уведомление!» Высветилась надпись на дисплее, нажав на которую, я услышал фразу, от которой меня пробило знов. «Вас счет пополнен на сумму 200 тысяч рублей!» Еле поднявшись кроватью на ватных ногах, двинулся в сторону коридора. В глазах двоилось от выпитого. «Как я оказался дома? Что вчера произошло?» Эти вопросы выстроились у меня в голове, словно унылые забулдыги, в очереди в магазин. Звонить друзьям не стал, так как и сам знал подобный маршрут, по которому меня пошлют. Я и сам бы послал «Звони вы мне под утро!» С тупым вопросом «А что вчера было?» Телефон снова завибрировал. Разблокировав смартфон, я увидел еще одно голосовое уведомление. Из динамика раздался ровный и мягкий голос. «Наказание выполнено!» Звонок друга вывел меня из ступора. «Алло, привет! Ну, ты как?» Раздался заспанный голос Андрюхи. «Ну, ты вчера и зажег!» Ухмыляясь, проговорил тот. «А что произошло?» Еле слышно, прошептал я. Мы сидели, выпивали, и вдруг какой-то мажор в баре схлестнулся с девушкой-барменом и влепил ей пивной кружкой по лицу. Ты стоял ближе всех и мгновенно отправил болезного спать, ударом головой об барную стойку. Потом ты зачем-то сфоткал его лежащего на полу. Потом набежали люди в строгих костюмах, его увели, мы сразу же вызвали такси и тебя увезли домой. «Нихера себе!» Произнес я. Вот это был экшен! Но что самое обидное, я ничего из этого не помню. Попрощавшись с другом и заварив себе крепкие кофе, я пытался себя успокоить, как вдруг пришло новое уведомление. Дрожащей рукой я разблокировал экран. На нем высвечивалась надпись «Смерть выполнена» и тонкая лента цветной фотографии, открыв которую я остолбенел от ужаса. На ней был изображен насаженный напротив стальной арматуры труп молодого парня. От увиденного кислой ком подступил к горлу. Сначала Карина, потом этот мажор, теперь этот парень. Что между ними общего? В мыслях крутился этот вопрос постоянно. Разный статус общества? Разные интересы? Или нет? Мне снилось холодное дождливое утро. Я стоял в одной майке и шортах во дворе какой-то заброшенной хрущевки. Повсюду были горы мусора и было слышно, как порывистый осенний ветер играет полиэтиленовыми пакетами. Старое, местами потрескавшееся здание казалось живым. Свистящий ветер в оконных рамах был его холодным дыханием. И я ясно ощущал на себе пристальный взгляд, будто оно смотрит черными провалами окон. Среди какофонии звуков ветра и моросящего дождя был еще один звук, а точнее голос. Чей-то заунывный плач. Он доносился как будто из самого дома, и в то же время звучал у меня в голове. К завываниям прибавился монотонный стук, словно стучат руками в закрытую металлическую дверь. Резко проснулся от звука упавшего с тумбочки смартфона. Фух, приснится же такое! Подумал я про себя и поднял яростно вибрирующий гаджет. На дисплее высветилось 7.00. Голова пульсировала тупой болью. И тут до меня доходит, что я весь вымокший до нитки. Все одеяло и даже подушки, словно я спал под холодным дождем. Без крыши над головой. Я спрыгнул с кровати, как ужаленный, застыл, как неживой. Под одеялом из-под подушки вылезали один за другим белые опарыши. Вся постель была в грязи. Подняв глаза, я отшатнулся. На стене была надпись, написанная «Подтеками ржавчины». «Найди меня!» От ужаса споткнулся, приложившись головой о журнальный столик, потерял сознание. Из объятий сна меня вырвал звонок будильника. Открыл глаза. Я в своей постели. Подскочил, сбрасывая одеяло на пол. «Фух, ну и приснится же, блин!» Выдохнул я и поплелся в ванну. Позже, заварив бодрящий напиток, слепо нашарил пальцами лежащий на столе бутерброд и задумался. Сон никак не хотел выходить из головы. Ледяной дождь, старый потрескавшийся от времени грязный бетонный двор, заброшенная хрущевка и голос, пропитанный болью безысходности. Как позже, не без труда, конечно, выяснилось, хрущевка эта находилась в Мещанском районе на Малой Сухаревской площади. Такой вот запустелый двор неподалеку от оживленного садового кольца. Вот совпадение! А я никогда там и не был. Удовлетворенно хмыкнув, я подошел к остановке. Хмурое утро, холодный ветер, сгоняя с крыши белую изморозь, редкие полусонные прохожие. Откуда-то ветром принесло мятый и забрызганный грязью листок, подняв который, я с удивлением посмотрел на него. «Пропала Екатерина Молотова», гласила надпись на заляпанной грязью ориентировке. На нем угадывался образ милой девушки-подростка с затравленным, лишенным всякой надежды взглядом. Отряхнув листок, свернул его и зачем-то сунул его во внутренний карман. Позже, полазив по сети, мне удалось узнать только одно, что некая Екатерина Молотова вышла вчера из дома, сказав, что идет гулять с подругами и больше не вернулась. Все, дальше темный лес. Отрезкой вибрации смартфона я выронил его на стол. Входящий в видеозвонок. Абонент – Карина. Меня прошиб холодный пот. Дрожащими пальцами я ответил на звонок. И увидел на экране темное сырое помещение с осыпавшейся штукатуркой, висящими пучками провода, под бетонным потолком, покрытым паутиной, на какой-то протухшей от сырости и времени картоне сидела держащая гарок свечи девушка, одетая в синие джинсы и черную толстовку. Лица ее не было видно. Голову скрывал глубокий черный капюшон. Девушка, склонив голову, произнесла. «Холодно, здесь очень холодно. Холодно и тихо. И повсюду эти стены. И выхода нет». Замолчала на пару секунд и продолжила говорить со мной. «Это был обычный весенний день перед каникулами. Сегодня они словно издевались надо мной. «Эй, белая ворона!» Кричали, насмехаясь. А потом, когда я пошла мыть руки, оставив обед на столе, они подсыпали мне соли и перца в компот. «Но вечером парень, который мне нравится, приглашает меня погулять. Потом мы пили вино, и откуда-то появились эти...» «Вечная троица». «Да ладно тебе, Кать!» Примирительно выставив руки, произнесла Карина. «Мы признаем, что были неправы по отношению к тебе». Парни одобрительно закивали и предложили продолжить прогулку всем вместе и посетить ближайший магазин. Последнее, что я помню, это фраза «Что, повелась с***ка?» и звон битого стекла. Голова рассыпалась искрами боли перед глазами, все поплыло. Очнулась я уже в подвале какого-то дома. Голова дико раскалывалась от боли. Я только хотела поднять ее, но она будто прилипла к бетонному полу. Приглядевшись, я закричала от ужаса. Я лежала в луже, застывшей в лед крови. «Господи, как же мне было больно, когда я отрывала голову от пола!» Я кричала, звала на помощь, но этот проклятый дождь душил все звуки. Пыталась стучаться в двери, но сделала только хуже. В очередной раз, пытаясь выбить дверь, при ударе просто выбила себе плечо. Я каталась от боли по холодному бетонному полу, а потом я даже не могла открыть глаза. Настолько сильной была боль. Хотелось только одного, чтобы все это поскорее закончилось. От болевого шока я потеряла сознание. Придя в себя, поняла, что мое тело словно окаменело. Пальцы не слушались, было тяжело дышать, легкие нестерпимо горели при каждом вздохе. В глазах двоилось, голова раскалывалась, будто налитая раскаленным свинцом. Я заметила его не сразу. Коричневый прямоугольник лежал чуть поотдаль. «Телефон!» Промелькнула мысль у меня в голове. И я поползла. Поползла по сырому, плесневелому бетонному полу, отталкиваясь одеревенелыми ногами. Дрожащей рукой взяла смартфон. Нажав кнопку разблокировки экрана, от злости я чуть не швырнула его в стену. В нем не было симки. У меня был лишь один вопрос. «За что это все мне одной? Пусть вы все вот так!» Тишина. Я слышу, как мое сердце медленно перестает биться. Вспышка яркого света, щелчок, темнота. И тут связь прервалась. Что это вообще было? Исповедь бесплодного духа? Загнанного, затравленного жизнью подростками, брошенного умирать так, ради прикола? А я в полубредовом состоянии судорожно сжимал смартфон в трясущихся руках. Карина. Ох, это была Карина. А двое других, не сомневаюсь. Макс и тот парень из клуба. Я понял, знал, что нужно сделать. Нужно пойти в ту заброшку и открыть этот чертов подвал. Найти ее труп или хоть что-то. Вылазку я запланировал на выходные, поэтому сумел запастись всем необходимым. Взял два фонарика, один налобный, другой из фикс-прайса. Старые потрепанные берцы, подаренные дядей военным. Надел куртку с глубоким капюшоном, взял под куртку маленький гвоздодер. Погасил везде свет и отправился в путь. Город встретил меня морозным вечером и горящими фонарями. В окнах постепенно зажигали свет, я брел по улицам к станции метро. Даже в дороге меня не покидали вопросы. Что я там найду? Ничего? Или найду трупы и что с ним делать? А может у меня сорвало чердак, и я сейчас валяюсь в дурке с пеленутой так, что ни один рамзес рядом не стоял? А это... Это меня просто так мощно приглючило! От этой мысли я улыбнулся. Выйдя на нужной станции, зашагал в сторону заброшки. Морозный ветер бил в лицо снежными комьями. Позади остался гул цивилизации, и я вышел на пустынный дворик богом забытой хрущевки. Поднимаясь по щербатым ступеням парадного входа, я зажег налобный фонарь. В конце лестницы меня встречала массивная деревянная дверь парадного входа, висевшая на одной петле. Внутри царил хаос и разруха. Мусор хрустел битым стеклом и старыми клочьями бумаги. Дверь в подвал располагалась неподалеку от входа. Массивная, типичная деревянная дверь, обитая местами заржавевшим и отслоившимся оцинкованным листом, в ручку которого была вставлена рукоять старого топора от щитка техники безопасности, который стал оранжевым от плотного слоя ржавчины. Сквозняк гулял повсюду, шелестел мусором и хлопал пустыми оконными рамами на верхних этажах. Сбросив с себя рюкзак на пыльный бетон, расстегнул куртку и достал гвоздодер. Осмотрел дверь, решив поддеть его у самого края топора. Просунул между ними и дверной ручкой гвоздодер, подсвечивая фонарем, силой надавил. Ручка с треском разлетелась, гвоздодер вылетел из рук. Ржавый топор, освободившийся от преград, с грохотом рухнул на бетонный пол. Едва успел отскочить. Шумно выдохнул, открыл глаза и... ничего. Никаких орд гнилых мертвецов, лишь могильный холод из приоткрытой двери и откуда-то взявшийся запах гробовой доски. Открыл дверь и посветил вниз. В подвал уходил ряд покрытой мерзлой плесенью ступеней. Спустившись вниз, я осмотрелся. Помещение напоминало бетонный короб, до конца которого фонарь, естественно, не добивал. А под ногами то и дело встречались замерзшие лужи. Оглянулся на одну из стен, и от того, что я увидел, по моему телу пробежал холод. На стене была надпись, выцарапанная будто гвоздем. «Спасите! Потом помогите, а за ней... сдохните!» Ноги стали ватными, а к горлу под ступилком. Немного постоял и потопал в сторону дальней стены, включил ручной фонарь. Внезапно луч фонаря выхватил что-то непонятное. Подойдя ближе, я встал как вкопанный, в углу, в полуистылевшей куче тряпок, кто-то сидел, прижав голову к коленям. На существе были протухшие от времени и сырости джинсы, и выцвевшая покрытая сантиметровым слоем пыли толстовка с глубоким капюшоном, полностью закрывшим лицо. Подойдя ближе, я протянул руку к капюшону, от прикосновения тот рассыпался прахом, обнажая череп с прядями седых длинных волос. Я взял рассыпавшее тело на руки и пошел в сторону выхода. Улица встретила морозным утром и тишиной дворов. Лишь где-то потоком доносился гул машин. По заметенным сугробам алая заря разлилась кровью, на снегу крестом лежал скелет, словно напоминавший о том, что зло, которое написано в книжках и снятое голливудскими умельцами, ничто по сравнению с тем, что творит сама жизнь. Постоял еще немного, закурив сигарету. Сегодня забью на пары и буду спать. С этой мыслью бодро зашагал в сторону оживленной трассы. Ну что ж, дорогие друзья, вот такая вот жуткая история. Я хочу сказать, что не все нужно решать силой, так сказать, физической. Можно это все решить было головой, и вот такие вот дети. По-моему, дети это самые жестокие, если можно так выразиться, наверное, и будет ли так корректно, существа, которые есть, наверное, на планете Земля. Потому что дети не знают, что такое милосердие, они знают только в основном, что такое жестокость. Ну и, естественно, родители должны следить за своими детьми и не допускать вот таких вот, к сожалению, печальных ситуаций. Хочу сказать большое спасибо Сергею Борзову за его историю. Это он нам, так сказать, на безвозмездной основе предоставил. И ссылочку на группу ВКонтакте его я оставлю обязательно в описании. Так что переходите, поддерживайте. Там выкладывает он свои истории, и не только свои. На этом я с вами, как всегда, не прощаюсь. Пусть услышимся в следующей интересной истории.